А пока суперфинал и суперзадача из китайской средней школы. Поехали! Найти площадь фигуры, закрашенной методами школьной математики. Мне удобнее, если единица будет половина длины. Радиус внутренней окружности будет равен единице. Я все разбил на куски. Мы таки знаем, что y плюс 2z равно x. То есть 1 минус pi на 4. То есть вот эта фигура, это то же самое, что и вот эта фигура, естественно, в силе симметрии. А вот это тоже pi. Потому что это четвертинка площади круга, которая равен pi на 2 в квадрате. pi на 2 в квадрате делить на 4, это pi. Вот это вот pi, и это тоже pi. Они пересекаются по общей зоне вот этой. Вот этой общей зоне, вот этой. Значит, выпирающая t равно всему, что осталось. y, z, x, z, y. x плюс 2z плюс 2y. Тут можно немножко упростить, потому что это x плюс y плюс 1 минус pi на 4. А x плюс y плюс y плюс 2z, который 1 минус pi на 4. То есть, значит, t, t равно x плюс y плюс 1 минус pi на 4. А x мы тоже знаем. Значит, t равно y плюс 2 минус pi пополам, конечно. d плюс 2t это pi, а d плюс 2y это то, что осталось. Я как бы два раза наложил это и это, да? То есть это pi плюс pi минус 4. Вот получается, да? Это pi плюс это pi. И минус вся площадь, где мы дважды посчитали как раз d плюс 2y. То есть 2pi минус 4. Значит, вычитаем. d плюс 2y, 2 на y минус t равно 2, равно pi минус 4, да? То есть y минус t равно pi пополам минус 2. Ёкарный бабай, это тут и написано. Мы получили то же самое. Так, есть ли хоть что-то еще, за что можно зацепиться? x плюс t плюс 2z это то, что остается 4 минус вот этот вот хрен. Значит, минус pi. А теперь что мы здесь? У нас тесс, значит, тесс связано... А, ну, x-то мы знаем, да? x это 1 минус pi на 4 плюс t плюс 2z равно 4 минус pi, да? То есть t плюс 2z равно 3 минус 3pi на 4. Какого-то понимания не хватает, какого-то нам... Очевидно, что в китайской средней школе это решают как-то иначе. Вот это расстояние равно 1, да? А это равно 2. Значит, если внутренняя окружность это α2 плюс β2 равно 1, вот-вот я хочу узнать α, β, так, то, соответственно, от точки 1 минус 1 у меня α... это α, вот α, значит, остается α минус 1. Квадрат плюс β плюс 1 в квадрат равно 4. Так, сумма квадратов равна 1, оставляем ее. Минус 2α плюс 2β плюс 1 плюс 1 равно 4. Вот что у нас есть. 1 плюс 1 плюс 1. Значит, 2β минус 2α равно 1. β равно α плюс 1 вторая. Ага, а, это значит, что, я не знаю, насколько это поможет, но вот эти две точки попадают напрямую, сдвинутые вверх на 1 вторую. Вот это 1 вторая. Вот это 1 вторая. Это поможет или хрен нам это что поможет? Так, и нам теперь подставляем α2 плюс α2 плюс α1 плюс 1 четверть равно 1. 2α2 плюс α равно 3 четверти. Ёкарный бабай. 2, значит, 8α2 плюс 4α минус 3 равно 0, да? Ну и задница. Так, ну, 2α... 4α давайте обозначим за q. Тогда q квадрат пополам плюс q минус 3 равно 0, то есть q квадрат плюс 2q минус 6 равно 0. q плюс 1 квадрат равно 7. q плюс 1 равно плюс-минус корень из 7. q равно корень из 7 минус 1. С минусом бессмысленно, будет отрицательное. Значит, соответственно, α это корень из 7 минус 1 делить на 4. Да, ничего себе. А понятно, почему они обыгрывают всех на Олимпиадах. Это в китайских средних школах они такие вещи, да, делают. Корень из 7 минус 1 делить на 4, это координата. Ну и вторую тоже мы посчитаем, конечно. То есть, как бы, как теперь... Что я теперь делаю? Я теперь на самом деле должен вычислить... Вот смотри, вот этот раструб я должен вычислить. То есть, я должен вычислить угол вот этот в радианах. Факт состоит в том, чтобы вычислить этот угол в радианах, это будет доля этой площади по сравнению со всей π. Ну, просто значение, да? Ну, а вот этот, конечно, там... Ну, вот этот вот... Площадь вот такого, естественно, никаких проблем нет посчитать. Это просто треугольник плюс треугольник. Ну, то есть, как бы... Вот я могу дорешать эту задачу через задницу абсолютно, да? Просто в лоб, взяв вот соответствующую точку, я уже координаты ее знаю, об этом вычисляется, как это плюс 1 вторая, да? То есть, значит, это корень из 7 минус 1 на 4 и корень из 7 плюс 1 на 4. Это... Это координаты вот этой точки. Соответственно, здесь ровно наоборот. Вот. И у меня получается, как бы, треугольник, ну, вот с такими, значит, данными стороны. Это равновидный треугольник, вполне считаются стороны. Берется арктангенс в нем, да? Вот. И это будет радиан, значит, площадь, значит, площадь этой фигульки. А площадь этой фигульки я тоже знаю, потому что это обычный треугольник, там, с обычными сторонами. Соответственно, мне останется вычесть из этого и это, получить Y, подставить сюда и получить T. Ну, вот я умею делать только так. То есть, я это доконаю, конечно, за час. Но явно, что в китайской средней школе делается что-то другое. И я, так сказать, хоть я формально, может, задачу решил, но это еще хуже, чем в предыдущий раз, когда я просил формулу циклоида. И, ну, если честно, мне было бы жутко интересно узнать, как она на самом деле может решаться быстро. И это наш второй конкурс для математиков. Пришлите ваше решение этой задачи на русском языке по адресу admissions.sobakov.lisabilita.pro. Автор наиболее элегантного, по мнению Сватеева, решения получит от нас приз в 5000 рублей. Проведем разборы и объявим результаты также через три недели. А пока что благодарю, что провели время в компании математики. Не забыли подписаться, поставить лайк и рассказать об этом видео друзьям. И за то, что уже ждете следующее видео. Долго ждать не заставим. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok